Тема такая, что борющиеся в Германии, в Европе, западной и везде украинцы должны подавать в Германии, в Бундестах, например, законопроекты, чтобы лишать пособий нахрен тем украинцам, которые игнорируют политическую, естественно, что политическую помощь и борьбу. Своей нынке державе Украины. То есть простая ситуация выходит, те, которые не врубаются и не хотят в это понимать. Немцы помогают украинцам. Они что, должны им помогать? Ну, судя из моральных законов, общества и тому подобное, должны как бы, да? Тогда, получается, и украинцы при такой широкомасштабной, жесточайшей, кровавой войне в Украине, в их Украине нынке, тоже должны помогать Украине. А они не помогают. То есть немцы помогают украинцам, а украинцы не помогают Украине. Хотя бы выходить на митинги. Им похрен. Они получают 500 и больше нарыла. И у них одна задача, это там найти хорошую работу, найти хорошие себе условия своему сраному желудокишечному тракту и своей такой же воспитанности, дальшему нерестилищу поколению. Найти что-то хорошее. Все то же самое, что и дома было в Украине. Только нерестилище желудокишечно-трактное и своей семье. И все. А что происходит с нацией? Что происходит с украинцами простыми? С ними даже, что происходит, как с нацией. Им похрен. Главное, чтобы вот эта единица, вот эта примитивная недоразвитость была сытая, одетая, богатая и хвасталась имуществом. Если так, то походу и немцы должны быть такими. Значит, должны сказать украинцам, нахрен вы такие всрались. Дармоеды гребаные, которые при такой жесточайшей войне даже своим, своей нации не помогают те, чтобы ее, я уже не говорю, там быстрее в НАТО приняли, это нужно делать было до войны. Вы это не делали. Вы на это положили, забили. А теперь шо вы? А хо-хо, не ху-хо или наоборот? То есть, вы или помогаете Украине, выходите на акции, чтобы западные политики, рамштайны, храмштайны и тому подобное, или такие гниды и преступники, предатели западной цивилизации нашей, законов, морали и тому подобное, как Байден, давали оружие, на них надо давить. А что делают украинцы? Они дали только на свой жилой кишечный тракт, больше ничего. Значит, по всей логике нужно их подбадривать чем-то. А чем можно подбодрить вот таких ватных, ватное нерестилище совковое? Только когда ее чем-то батом, пубух, деньгами бьешь, чем-то еще. То есть, вот эти рабы совковые, чморота, она привыкла тогда, когда ее чморят постоянно. Совок ее чморил, они совок любили и любят до сих пор. Забухивал и чморил, то есть, опримитививал. То есть, люди становились примитивными. Им это нравится. Но нравится ли это бойцам на фронте? Нет. Когда нет по полгода от Байдена оружия. Когда никто не давит, выходят вообще единицы. Два, максимум пять процентов украинцев на Западе, в Европе, выходят на протесты. Чем создает хоть какую-то атмосферу для политиков, такую, чтобы они не забывали хотя бы о том, что нужно войну заканчивать. Путятину валить нахрен. Все это совковое нерестилище, все надо валить, побеждать Украине и возвращать на работу и тому подобное. Значит, они это специально не делают. А поскольку они специально это не делают, значит, их нужно чем-то ограничивать. Чтобы они такими паскудами, гнидами не были. Значит, нужно урезать, урезать бабло. Хватит сидеть, блядь, на шее, дармоеды гребаные, ватники паскудные у европейцев. Нужно подавать законопроект в Бундестах. О, если ты не доказываешь, что ты помогаешь Украине, нахрен с пляжа. ВЭК, РАУС. Только так. По-другому вот эта совковата нерестилищная не понимает. Оно будет до упора сидеть, бухать, засирать, позорить нацию украинскую. И все. Это бесполезные существа, бесполезные для Европы, для цивилизации, для Украины. Значит, нужно их перевоспитывать каким-то образом. Так сказать, украинцы, эти довольные, совковые, сытые, рыло подзапухенные. Просто вот во Франкфурт ездят, марихуану покупают. Это все на деньги. Это все кровавые деньги. А оружие для бойцов, которые на фронте, нету. Или, ну, очень мало дозированное. Значит, вот эти довольные совкорыло сидят тут. Херней страдают. А бойцы на фронте погибают. Небо не закрыто и тому подобное. Никто на это внимание не обращает. И эти ватники с Украины, так званые украинцы, но с украинским паспортом, который желательно тоже нахрен забирать и лишать всего этого, сидят здесь и ничего не делают. То есть, 40 миллионов, да, взять, перенерестить во время войны сюда, в Германию, да, например, в богатую европейскую страну. И на фронт выслать немцев и европейцев богатых, так, чтобы они вместо этого ватного нерестилища боролись и погибали. Да, выходит, получается. То есть, ху-ху-ни-ху-ху. Еще раз ограничивать, еще раз ограничивать вот эту хрень совковатную, блядь. Да покуда она чего-то не начнет уразумлять. Потому что просто так, из своего собственного желания, из патриотизма, у которого у них нет, у ватников, из-за внутренних моральных принципов, законных, которых тоже нет, это ничего не получается. Только через ограничения. Только. Потому что оно привыкло, вот это совка нерестилище, только как халопье, через поводжение с ними, как с халопьем. По-другому оно не разумеет. По-другому оно садится тебе на шею и погоняет тебя. И уже, кстати, это тривае происходит, что мэр власти Мюнхена, Мюншен, уже выступает, чтобы, уже практически начали какие-то юридические движняки, чтобы вообще урезать украинским там мужчинам или вообще всем украинцам выплаты, то есть пособия. Значит, тогда совка девятомайщики-ватники начнут наконец-то въезжать, врубаться. Что значит было для простых немцев, солдатен и унтер-офицерен, ехать, отрываться от своих домов, отрываться от своих ферм, хозяйств, любимых девушек, женщин, детей, семей, и ехать на этот остын, нахостын, долбанный фронт против коммуняк гребаных воевать. Вот до них тогда это начнет допирать. Что это такое? Потому что по-другому они вообще никак. Дал на рыло водочку, хопа, 9 мая и тому подобное. И заехал тут калинку-малинку. А вот теперь калинку-малинку вот такую вот власти, блин, Мюнхена и другие земли, тоже уже об этом открыто заговорили. Продолжение следует...